Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это пятая часть урока по Pixel Mixer Asset. В которой я продолжаю говорить о скульптинге деталей окна для Displacement карты в 3D-Code. Ставим палец вверх, пишем комментарии, подписываемся на канал, если Вы не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите. И я начинаю. Я думаю, теперь понятно, для чего я создал эти вспомогательные формы. Приступаю к созданию узоров. У Вас всегда есть выбор, как их создавать. Например, Вы можете использовать режим рисования и не заморачиваться с классическим построением. Просто рисуем деталь и потом редактируем точки. Но лично мне нравится все-таки строить, так как получается более аккуратно. То есть, как и говорил ранее. Я создаю такую кривую. Потом плавно ее сглаживаю и настраиваю форму. Затем применяю профиль к этой кривой с помощью метода, который показывал в предыдущем уроке. Кстати, может быть так, что Ваша кривая не будет расположена на плоскости. Чтобы это исправить, естественно используем режим OnPlane. И рисуем правильно. А если уже нарисовали кривую без него, то выделяем ее, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Put On Plane ZX. Таким образом, Вы примените автоматическое выравнивание к этой кривой. Затем экспериментируем с настройками инструмента и когда Вы будете довольны формой, нажимаем Apply Curves. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Удаляем кривую, так как она нам больше не нужна. Применяем любой из шейдеров. Нажимаем Enter, чтобы сгладить форму и вводим 100000. После чего, Вы можете добавить и доработать любые детали с помощью разных инструментов в 3D-Code. В данном случае, я использую Sphere и Cut-Off, чтобы получить нужную мне форму. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После чего, с помощью Instancer делаю Instance Copy в зеркальном отражении. Продолжение следует... Далее, для следующего узора мне понадобится еще одна вспомогательная линия внизу. Продолжение следует... Теперь можно приступать к его созданию. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее, с помощью тех инструментов, которые уже показал и примитивов, создаю колонны под окном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее, с помощью кривых создаю герб После чего назначаю на него не маткап шейдер, так как Post Tool, который я буду использовать, лучше работает с обычными шейдерами. С помощью Post Tool редактирую форму и приступаю к скульпту разными пресетами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После чего теми же кривыми и пресетом для профиля добавляю детали к этому гербу. Субтитры создавал DimaTorzok Далее, с помощью кривых создаю трубу и приступаю к добавлению повреждений на весь ассет. Используя разные стандартные пресеты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 После того, как вся детализация готова Я покрасил слои в разные цвета Немного доработал трубу И приступил к экспорту с помощью инструмента Export Death Along Y Субтитры создавал DimaTorzok В нем настроил Patch Size таким образом Включил сохранение цвета Размер текстуры 8K И для цвета выбрал JPEG формат Его будет достаточно для создания специальных масок В итоге, после экспорта вы получите такие текстуры 32-питный Displacement и ID Mask Миксер пока не поддерживает ее в таком виде, как тот же Dedue Но из нее можно сделать обычные маски для разных объектов После того, как вы сделаете данные маски Сохраняем PSD-файл В дальнейшем, мы к нему вернемся чтобы сохранить и использовать каждую маску по отдельности Это делается очень просто, когда все разложено по слоям Достаточно включить черный слой внизу И с помощью зажатого Alt Выбрать нужную маску Это все, что я хотел рассказать в данной части В следующем уроке поговорим о том, как улучшить качество полученной Displacement карты в Quixel Mixer И приступим к текстурированию данного ассета С Вами был Кривуля Андрей Charly Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться Не забываем нажимать на превьюшки Чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео Всем мир!